Давай, гали, 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 гали! Конечно, там было много и топовых машин, но мне почему-то сразу зацепила вот эта вот машинка, новинка этого патча, реально очень веселая штука. На первом ранге теперь у Германии и заодно у Китая появился вот такой вот легкий разведывательный бронеавтомобиль SD-KFZ-222. Ну и название, конечно, ему нужна срочно какая-нибудь кличка, а то так и хочется срифмовать SD, вы поняли, в общем. Собственно, это, кстати говоря, машинка одна из самых массовых в ходе Второй мировой войны, которая была использована. И что интересно, в общем, давайте начнем с подвижности. Ну, во-первых, наконец-таки, это реально быстрая штука, там максималка написана 98 километров, столько я не разгонял, но я больше 80 точно ехал. И, наконец-таки, это вот реально быстрая штука, веселая. Немножко странновато, если честно, управление, пока я его не совсем понимаю, заносит очень сильно. Но эта штука может, учитывая маленькие габариты, может просто тупо втопить по полю и попробуй в нее попади. Брони здесь, конечно, особо нету, бронеавтомобиль все-таки, но не танк. Но это не главное, тут главное, в принципе, подвижность, но и вооружение. Здесь у нас есть, ну, пулемет 7-92, не важно, 20-мм автопушка, вот что важно. Стреляет по 10 снарядов, с перезарядочкой 7-8 секунды, довольно существенная перезарядочка. Если на кого-нибудь врываешься и вот с такой мини-лентой не забираешь его, то, скорее всего, до следующей своей перезарядки ты уже не доживешь. Хотя, опять же, есть варианты. Можно, если на подвижности попробовать закрутить, можно откинуть элементарно дымы. И, блин, здесь есть дымы на первом же ранге, на маленькой, вот этой маленькой машинке уже есть дымы, что называется. Почувствуйте разницу после ветки СССР. Так вот, в принципе, ну, в основном, да, в основном этих снарядов, там выбор, кстати, всяких разных типов, целая куча. И побольше пробития, там, за 48, по-моему, миллиметрам. И фугасы есть, и поменьше среднее пробитие, вроде бы как за броневым получше, я таскал все-таки в большинстве случаев их, там, 37, по-моему, 37 миллиметров пробития есть. В принципе, их хватает на большинство целей, либо попадаются какие-то, ну, суперкрепкие, которые хрен вообще пробьешь и в борта, и даже в корму. Но для большинства, в принципе, хватает и этих выстрелов, причем я обычно зажимаю сразу, как привычка, да, это же автопушка, нужно зажать, так зажать. Но на самом деле иногда хватает просто прокликов, нескольких прокликов для того, чтобы противник отправился в ангар. Эта автопушка способна не только наземные цели уничтожать, но, мне кажется, она справляется с этим все-таки лучше всего. Она вполне себе работает, отрабатывает как зенитка, в принципе, она в ветке как раз зениток, но, если честно, эффективность стрельбы по самолетам, особенно в моих руках, ну, около нулевая. Там, в общем-то, есть чисто фугасы лента, есть фугасы плюс бронебойки. Я сначала брал, пробовал бронебойки плюс фугасы, думаю, ну, на всякий случай, чтобы, если остаться без снарядов, что хотя бы тогда был такой универсальный вариант и по самолетам пострелять, и по танкам. Но, в итоге, после нескольких моих бесполезных абсолютно попыток сбить самолеты, я решил, что и хрен с ним, не моя эта задача, буду весело, бодро врываться и убивать наземку. В общем, эта штука меня очень позабавила, для такого обычно стандартного, более вязкого геймплея в War Thunder и с стояловыми где-нибудь там, да, эта штука реально позволяет кататься вообще бодро, весело, в наглую. Ну, конечно, это иногда заканчивается плохо, но, тем не менее, у тебя есть такая возможность, даже в РБшке здесь очень бодрая подвижность, автопушка, ну, конечно, хотелось бы, чтобы автопушка немножко пошустрее крутилась, Ну, наверное, тогда вообще было бы просто сказочная штука, а так, в принципе, тоже хватает, так что это определенно плюс 1 очко нации Германии, в плане выбора, какую нацию качать следующую. Это определенно хорошо, что даже на низких рангах есть такие веселые машины, в принципе, я знаю, что в некоторых нациях они присутствуют, да, но, как я уже говорил, я начал прокачку с ветки СССР и веселого там было мало. В общем, я думаю, как обкатаю какую-нибудь еще одну из новиночек интересных, тоже поделюсь своими впечатлениями. На этом у меня все, не забываем вставить лайкос и подписываться, если вам нравятся такие видосы, и всем пока!